В Екатеринбурге в половине восьмого часа вечера, прямо в момент захода солнца, на 23-м километре МКАД, то есть местной кольцевой автодороги, там где она в виде развязки скрещивается с Березовским трактом, около самого Березовского, приключился триединый замес с участием грузового холодильника и двух подорожников, по итогу которого виновник автобитвы с места ресталища удрал. Вы, видимо, были у него для этого основания, можно сказать, просочился в щелочку, ну, щелочь, основание, химия, короче. Декорация такая, по Екаду со стороны Кольцовского тракта на север уральской столицы катился аутентичный японский подорожник Ниссан Примера с правым рулем. На развязке кольцевой с Березовским трактом, ровно на путепроводе, ЕПОшка, видимо, пошла на обгон, что вообще-то на мостах, путепроводах и эстакадах запрещено правилами 2D. Хотя, может, Ниссан просто выбросила влево, короче, так или иначе, а праворульный болид оказался на чужой, где напоролся на колесо первого встречного авторефрижератора ХОВО с 790-ми подмосковными номерами. Что и откуда он вез в холодильнике, не сообщается, но колесо при встрече с Ниссаном перфорировалось, и холодильнику пришлось тормознуться и слегка подзадержаться в наших опорных краях. Ну сюда да был удар, колесо? А? Колесо был, да, удар? Крой был удар, если я уже не знаю. Передело, да? Ну. Самое жесткое случилось после того, как праворульный Ниссан проткнул колесо рефрижератора. Он не отскочил от резины обратно на свою, а продолжил поступь по встречке. И левым передним углом наскочил на левый же передний угол французского подорожника Рено Логан, который ехал следом за холодильником ХОВО, ну, можно сказать, за ХОВО-дильником. При встрече японца и француза оба болида сгладили левые передние углы, и это получился неравный бой. Нет, ну, по весовым категориям Логан и Примера примерно одинаковы. Неравенство битвы в том, что пилот Реновации сидел слева и принял удар на себя, а рулевой Ниссана сидел справа, и атака пришлась вместо японского смертника. Ну, у них в стране восходящего солнца, вероятно, левое пассажирское кресло называется местом Камикадзе. В общем, по понятной причине, 33-летний пилот невиновного Жанна Рено, а, нет, просто Рено, здоровьем повредился. Врачи скорой надиагностировали ему ЧМТ и ушиб грудной клетки, и на карете увезли Реновода, попавшего под замес, в ближайшую березовскую травматологию. А Ниссановод, сидевший справа, в метре от точки приложения силы, уцелел и счел за благо с места ДТП свалить. Гаишники в официальном пресс-релизе заявили, что ведутся розыскные мероприятия. Ну и можно не сомневаться, что по итогу они его найдут и покарают. И за оставление места ДТП, и за встречку, и, возможно, за то, что побудило его сбежать.